Привет, ребят! Как у вас дела? Видите, я сегодня в рубашке, а значит что? Значит сегодня отвечаю на ваши вопросы. Я напоминаю, что чтобы мне задать вопрос, это можно сделать либо в Телеграме, либо в Инстаграме, ссылки внизу под описанием видео, либо вы можете задавать прямо здесь вопросы на любую тематику, психология, сексология, психология отношений, личностные какие-то кризисы, вопросы. Задавайте, спрашивайте. Видите, я сегодня в другой помаде, как вам обычно, это красная помада, сейчас такой более свободный, более легкий, свободный, более легкий оттенок. Еще у нас очень жарко, в Берлине 36, мы просто все помираем, умираем, и на самом деле в Берлине жарко регулярно, каждое лето, вот две недели где-то, когда просто зашкаливает, такая жара стоит просто невыносимая в 36 градусов, и все пытаются спастись, и самое забавное, что очень многие из-за этого ходят в офис, потому что в офисах есть, не везде, но в офисах есть кондиционер, а дома нет, а сейчас из-за ковида, все, сидите дома, в офис можно ходить, там с маской, если сидите, опять кинул не все, не всех еще вы вышли в офис, не всем разрешено выходить в офис, поэтому все сидят и подзеют домом. Ладно, поехали, отвечаю на ваши вопросы. Так, 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 добрый день, Елена, спасибо большое за вашу работу, замечательное видео, очень много интересных тем, поднимайте, смотрю каждый выпуск. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, из-за политической обстановки все друзья разъезжаются из страны, сама уезжать не хочу, понять друзей сложно, и очень страдаю того, что их не будет рядом, чувствую и обиду, и злость от бессилия, и горе. Это история про адекватные границы в отношениях других людей, что в психике может вызывать такие эмоции на ситуации переездов, расставаний с друзьями. Ну, во-первых, это совершенно нормальная история, это не про то, что у вас какие-то неадекватные границы, что это там слияние какое-то, это может быть, это про слияние, но если мы берем такую норму, то это совершенно нормально, когда мы переживаем, когда наши друзья, они уезжают. Почему? Потому что для нас это утрата, и мы переживаем именно утрату, и утрата, и да, здесь вот неважно, я немножечко так расширю вопрос, про утрата это не обязательно, знаете, когда мы говорим утрата, если кто-то умер, это может быть утрата даже конечности какой-то, и человек, естественно, переживает, что он утратил какую-то конечность. Это утрата, потеря друзей, потеря партнеров, потеря родителей, потеря чего-то любимого, потеря животного, это все утраты. Здесь то же самое, это утрата близких людей, это утрата друзей. И откуда такие, почему вообще такие эмоции, что вызывают такие эмоции? Это 5 стадий, которых вы все знаете, в любом случае слышали, 5 стадий проживания утраты, 5 стадий принятия утраты. И первая стадия это вот втрицание, когда я не верю, я отказываюсь верить в то, что мои друзья уезжают, да, и как это происходит. То же самое, да, когда там человек, допустим, умирает, это очень наглядно можно увидеть, умирают, либо это развод. Вот, первая реакция это отрицание, это происходит не со мной, то, что мне сказали, это бред, это пошутили, и вот мне сейчас скажут, что это не так. Вторая стадия это злость. Мы злимся, мы злимся на друзей, что они принимают такое решение, мы злимся на систему, на государство, на политическую ситуацию, на всех, на кого можно злиться. Мы можем злиться на себя, потому что мы проявляем такие чувства, эмоции, я злюсь, меня это раздражает, что я так бешусь, что я так расстраиваюсь. И злость также проявляется, когда, за что очень часто стыдят себя, когда, допустим, умирает родственник, и человек начинает злиться на него, потому что он оставил меня. Как ты мог меня оставить, да, то, что говорят часто люди, в которых умирают родственники. Как ты мог меня оставить злиться именно у умирающего, умершего человека, потому что это нормально, это одна из стадий проживания, перерабатывания ситуации нашей психикой. Потом, следующая стадия, это торг, по-разному может выражаться, попытка строговать что-то, торг собой, а лучше бы, я не знаю, кто-нибудь, там, лучше бы случилось вот это, а не то, лучше бы мой другой друг уехал, чем вот этот, лучше бы у меня не было бы друзей. А может быть, если торг, там, может быть, если я что-то сделаю, может, оно что-то изменится, а может быть, вы никуда не поедете, а может быть, если вы найдете лучшие условия работы, может быть, вы никуда не поедете, может быть, вы останетесь тут. То есть, попытка такая строговаться. И следующая стадия, это депрессия, и после депрессии идет принятие. Что, да, вот ситуация, она вот так сложилась, и по-другому уже ничего не может произойти. Поэтому все вот эти переживания, да, бессилие, горе, чувство обиды, то это все естественные, нормальные, естественные чувства, нормальные реакции на ситуацию. Опять-таки, да, вот эти пять стадий, они далеко не всегда идут друг за другом. Они могут меняться, проживаться одна стадия, вторая, потом вернуться на первую стадию, да, то есть, там, гнев прошел, тот прошел, депрессия, раз, опять гнев. Это тоже нормальная ситуация. Поэтому все с вами в порядке. Это, правда, грустно терять вот нашу опору, потому что, друзья, для нас это одна из опор в нашей жизни. И что здесь можно порекомендовать? Постараться находить еще опоры, то есть, помимо того, чтобы договариваться, что, да, мы будем поддерживать связь, когда вы переедете, и действительно это делать. Потому что, разумеется, расстояние, оно дает о себе знать. Но если желание обоих общаться, то без проблем. Если желание обоих поддерживать общение, работать с этим, то это без проблем. Я начала вообще с мамой общаться больше, когда переехала сюда, потому что, да, вот это чувство расстояния у мамы. Поэтому она мне пишет, я когда-то ей звоню чаще, чем когда мы жили вместе в Москве, и когда я приезжала, там, раз в две недели, условно, раз в три недели. Да, и поддерживать старые связи, и, конечно же, стараться находить новый круг знакомств, формировать новую опору. Понятное дело, да, что это больно, грустно, обидно, и в коем случае не сравнивать, что, да, это старые друзья, да, как я найду новых друзей, да, они никогда не заменят, да, мы с ними прошли и огонь и воду, да, я там у Катики, она мне в университете просто спасала меня. Там, мы с ней вместе до двух часов ночи курсовые писали, да, кто же сравнится с этим. Не нужно сравнивать, просто принять для себя момент, что, да, вот так, и не возвращаться все время к тому, как было раньше хорошо, а сейчас плохо. Раньше, будто бы, знаете, раньше был детский сад, сейчас вы пришли в школу, и вы не можете все время думать, ах, как классно было в детском саду. Было классно, но вы в школе, да, совершенно другая ситуация принимать. Следующий вопрос. Боясь всего нового, сказать что-то неправильное, не понравится другим людям, и не просто страшно, все переживают наверняка, а до физического дискомфорта, не имеют конечности, сводят живот, пробегает холод по спине, кружится голова. С чем это связано? Это очень жесткое непринятие себя таким, какой я есть, я боюсь, даже не то, чтобы непринятие, а я боюсь показаться. Ну да, в том числе непринятие. Я боюсь показаться другим, какой я есть, и меня отвергнут, меня не будут принимать, поэтому у меня такое дикое желание понравиться, и у меня дикий страх, дикий дискомфорт, вдруг я не понравлюсь. Потому что если я не понравлюсь, меня не принимают таким, какой я есть. Откуда корни? Конечно же, из детства. Здесь нужно анализировать, за что меня хвалили в детстве. Чаще всего, когда родители, они вот хвалят, вот здесь ты хорошо сделала, здесь так, как мы хотим, молодец. А допустим, ребенок приходит с какими-то своими чувствами, злость, грусть, а ему мама говорит, так, 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 это пожалуйста при себе держи. Не так, конечно, словами, да, ну там, мальчик плачет, так, не плачь, соберись, девочка хулиганит, так, ну ты же девочка, нам за тебя стыдно, получила двойку, посмотри, мне пришлось краснеть за тебя перед всем классом, когда объявляли результаты. Ну что, ты не можешь что-ли выучить, мне за тебя стыдно, ты заставляешь меня краснеть, да, то есть показывали ребенку, что вот мы тебя любим, когда ты такая хорошая вся, когда делаешь то, что мы хотим, когда нам не приходится за тебя краснеть. Когда, если родители стыдили ребенка за его мнение, что ты за чушь несешь какую-то, да, то есть не принимали ребенка, что за дебильную музыку ты слушаешь, иди послушай нормально, что за дебильные книги ты читаешь. Что за дебильные фильмы ты смотришь, и если, чаще всего, да, именно так происходит. Может быть, это не говорили, но транслировали, что такой, какой ты есть, мы тебя не очень-то принимаем, мы тебя принимаем, когда ты удобный, хороший, то есть вот это пресловутая такой синдром хорошей девочки, да, всем понравится, всем угодить, я на последнем месте, ни в коем случае не быть эгоисткой, делаю во вред себе, лишь бы понравиться, лишь бы мама мне сказала, молодец, умница дочка, помните, как в этом было в мультике Томовенок Кузя, умница дочка, да, и вот здесь очень хочется получить вот эту пятерку от мамы, а пятерку получаю только тогда, когда я хорошая, а когда я нехорошая, меня не принимают, поэтому сейчас очень страшно говорить свое мнение, вдруг оно не понравится, и тогда я буду чувствовать себя, что я непринятая, что я плохая, что я говорю какую-то чушь, что я какая-то не такая, я не окей, и правда с этим очень сложно жить. Здесь важно ограничивать, что понимать, что я до сих пор пытаюсь понравиться каким-то людям, которые уже не являются моими родителями, и мне уже не 15 лет, и важно разграничивать, кому я должна, должна, хочу понравиться, кому я не хочу понравиться. Разумеется, мы не живем с вами в розовом мире, мы социальные животные, и для нас важно принятие, невозможно, чтобы человеку было плевать, там есть единицы, которые уезжают, Сибирь, Тибет, и сами с собой там живут, и им на все наплевать, но это исключение, которое подтверждает правило. Мы социальные животные, нам хочется принятия, нам важно принятие, мы так выживали, да, меня принимает община, значит меня могут защитить. Так человек выживал, поэтому нам хочется, конечно же, принятие этого, но проблема в том, когда мы уже хотим принятие всех, для всех я буду хорошая, для всех, для всех, для всех, вот это уже проблема. Нужно различать, что вот для подруги, да, мне важно ее принятие, но опять-таки, да, здесь тоже есть границы, а для этого человека, для дяди Васи, да вообще мне плевать, что он там думает, что он от меня хочет, нравится, не нравится, сказал ему мнение, он посчитал, что это какая-то чушь, ну и плевать. Также насчет друзей, да, насчет друзей, понимать, что если я боюсь, что друзья меня будут отвергать, вот я им откажу, например, да, им это не понравится, я им скажу, слушай, не хочу я, не могу я забирать, забрать тебя откуда-то, да, не могу я посидеть там своим ребенком сегодня-завтра, и не могу я сегодня слушать, не могу я сегодня с тобой разговаривать, прости, да, там подруге что-то случилось, но не прям потоп, пожар. А человеку сложно отказать, да, ну как же, ну я же буду плохой подругой, я буду такой неудобной на самом деле подругой. Если здесь момент, что человек от меня отказывается, вот я ему отказала один раз, сказала, слушай, я не могу, и человек отказывается от меня, ой, ты плохая подруга, ну тогда здесь вопрос задуматься, насколько вообще у нас дружеские отношения, они воспринимают ли меня, не принимают ли меня человек только тогда, когда я прям такая суперудобная, безотказная, такая, знаете, как обслуживающий персонал, да, вот. Вот ко мне приходят, я все-все, вот все хотелки, хочухи, закрываю человека, а если не закрывает, то человек такой уже, ммм, мне что-то не нравится, мне нравилась та безотказная Маша, давай-ка обратно, да, ну зачем вам такой друг, если, как не знаю, как микроволновку сейчас используют, ой, надо, чтобы нагрева, работает, работает, не греет, ой, все, до свидания. И что очень важно, очень важно развивать в себе внутреннюю опору, кто я такая, понимать, да, кто я вне зависимости от того, нравлюсь я кому-то или нет, потому что сейчас оценка себя, понимание себя, да, оно происходит через других. Я другому понравилась? Я молодец. Он сказал что-то обо мне плохое? Фу-фу, я мерзкая, я отвратительная, я плохой человек, да, то есть важно опираться на себя, опираться не на других, а на себя. Да, мне им что-то не понравилось, но я не стала от этого плохим человеком. У меня есть внутренние опоры, я себя оцениваю, а не через призму других людей. В первую очередь, да, у меня снова есть круг общения, который для меня важен, которым я прислушиваюсь к мнению, но опять-таки, да, самое главное, это как я себя оцениваю, и тогда у меня будет опора, и тогда мне будет легче намного быть неудобной и не делать то, что я не хочу. Но здесь, конечно, работа с самооценкой, прорабатывать, прорабатывать и прорабатывать ее. Приходите ко мне на курс по самооценке, хорошие результаты получите. Следующий вопрос, последний. На самом деле, еще два вопроса, но один вопрос я вообще хочу вынести в отдельное видео, про которое я расскажу. Итак, мужчина долго не кончает, и через раз. Эрекция уходит, делаем перерыв 15 минут. Почему? Ну, причин может быть очень много. Это могут быть психологические причины, могут быть физиологические причины. Сходите к андрологу, сдайте гормоны. Это может быть, да, что? Это может быть... Ого, сел. Это может быть из-за, в том числе, из-за алкоголя. Это может быть из-за курения. Это может быть синдром хронической усталости. Это могут быть какие-то гормональные нарушения, в том числе и тестостерон. Это могут быть какие-то побочки от принимаемых лекарств. Это могут быть неврологические заболевания. Это сахарный диабет, в том числе, может быть. Это могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы. То есть здесь обязательно сходите к врачу, пусть он вас посмотрит. Это если рассматривать физиологические причины, психологические, я сказала, что это может быть стресс, это может быть хроническая усталость, и это может быть синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. То есть что это такое? Это когда мужчина боится, у него был случай, когда эрекция пропала, и он уже напряжен в следующем сексуальном контакте, он уже изначально думает, блин, а вот сейчас мы будем заниматься сексом, у меня член либо не станет, либо будет вялый член, и у меня ничего не получится, и партнерша вам не разочаруется, и он из-за этого переживает, из-за этого нет эрекции, либо опять-таки нестабильная эрекция, и вот так пошли по кругу. То есть здесь нам нужно работать с вот этим. Сначала разобраться, в чем причина, тогда уже понять работу, потому что если это работа именно психологическая, ну то это на парную консультацию, секс-терапия, вам нужно будет условно 5 консультаций, и все, чтобы эта проблема была решена обычно. Да? Да. Да-да-да. То же, о чем можно посмотреть, но это опять-таки такая легкая диагностика, разумеется, нужно идти к врачу, что какой характер, это началось внезапно, то скорее всего это будут психологические причины, если это постепенное, постепенное, постепенное развитие, тогда скорее всего это физиологические причины. Тоже смотреть часто, периодически появляется, либо это прогрессирующие, Потому что если периодически появляется, то есть, то нет, то чаще всего это психологическая проблема. Если прогрессирует в течение времени, то скорее это физиологическая проблема. То есть да, если опять-таки это ситуационно-психологическое, постоянно происходит, скорее всего физиологическое. Но опять-таки это поверхностное, нужно смотреть больше. Тоже там врачи проверяют, спрашивают, есть ли ночная утренняя эрекция, сохраняется или не сохраняется. Как происходит при мастурбации То есть да, сохраняется ли эрекция во время мастурбации Когда мужчина один, когда у него нет никакого психологического напряжения Если сохраняется, но появляются проблемы с партнершей Тогда это психологическая проблема Вот, 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 вот так На сегодня все, ребятки Тогда мне очень важны ваши лайки, комментарии Не забывайте ставить, чтобы ютуб видел, разбивался Целую вас всех, обнимаю Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео И целую вас, обнимаю, пока-пока